Здравствуйте! Сегодня у нас очередная встреча экспертно-аналитического клуба. Мы будем говорить про конституционный референдум, или так называемый конституционный референдум. Длительность 2 часа. Первый час наши спикеры отвечают на заявленные вопросы. Второй час у нас будет дискуссия. В дискуссии может поучаствовать каждый участник сегодняшней встречи. Поэтому поднимайте руки, поднимайте руки виртуально, поднимайте руки невиртуально. В общем, давайте нам как-то знать, что вы хотите что-либо сказать. Можете также писать в чате. А наши сегодняшние спикеры – это Анатолий Лебедько, представитель Светланы Тихановской по парламентскому сотрудничеству и конституционной реформе. Анатолий, добрый день! Добрый, надеюсь, будет до конца добрый. Надеюсь. Андрей Казакевич, доктор политологии, директор института политической сферы. Андрей, добрый день! Добрый день! И позже к нам подключится Елена Живоглот, лидер инициативы «Честные люди». А я напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии, и что у нас по-прежнему присутствует правило «Chat-em-house.ru». Оно у нас применяется по предварительному уведомлению, так что такие фрагменты выступлений будут вырезаны из видеозаписи нашей встречи. Так что если вы хотите сказать что-нибудь не по запись, то, пожалуйста, дайте нам знать, и тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу лучше не цитировать. Также напоминаю, что у нас доступен живой перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на этом языке, пожалуйста, выберите английский в опциях Zoom. И я передаю слово самодоратору Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо, Антон. Еще раз добрый день всем, кто включился в живом эфире, кто больше будет смотреть студию с кучей в записи. Когда мы думали над темой эфирного эксперта политического клуба, то, в общем, тема в феврале была предопределена. Прямо скажем, референдумы у нас не каждый месяц происходят. Мы же что, в кавычках или без кавычек, но в любом случае это важное политическое событие. И сегодня нам хотелось бы обсудить, с одной стороны, что предлагается, в общем, предлагается как режимом Лукашенко, так и его противниками, какие стратегии действий, какие планы и какие сущностные предложения на этом референдуме и вокруг него. Ну и главное, что будет после. Кто будет унифициаром того, что произойдет, и что произойдет, и чего нам ждать на голосовании. Ну и самое главное, собственно, что будет после референдума, как мы все дальше в белорусской политической реальности будем жить. И, конечно, обсудим все разные подходы, в том числе ту стратегию, которую основной предлагают противники Лукашенко с двумя крестиками. Ну, для начала нашей дискуссии мне бы хотелось говорить, собственно, о том, что нам предлагается, что выносить на референдум, потому что это, на мой взгляд, то, чего довольно старательно избегают власти, когда и формулировка вопроса очень короткая, очень согласны или не согласны. И, по сути, вся информационная кампания вокруг референдума, она во многом сосредоточена на том, как противостоять, собственно, оппонентам власти, о том, как они, собственно, угрожают какими-то письмами якобы комиссии, о том, как там прокуроры и следственный комитет будут все защищать, мешать экстремизму. В общем, все, что угодно обсуждается, а кроме того, в чем, собственно, заключаются изменения конституции, чего и сочем предлагается поменять. Мне как раз хотелось бы начать с этого момента, раз это не обсуждают те, кто выносит такие изменения на референдум, ну, значит, будем обсуждать мы, нам никто это не помешает. Поэтому вопрос в том, какие самые важные изменения в конституции и что, собственно, они означают для политического будущего в Беларуси. По традиции я предлагаю в том же порядке, как у нас все обозначены в анонсе, поэтому, Анатолий, тогда начнем с вас. Вас, конечно, сегодня в двух ролях, с одной стороны, и сами как опытные политики, много про все это говорящие и занимающиеся проектами конституции, но с другой стороны, в общем, тоже как часть того, Табы Тихановски, который предлагает стратегию, так что, может, вам это будет, не знаю, легче или сложнее, но, пожалуйста, вам слово. Еще раз добрый день и спасибо за приглашение. Мне кажется, что тема действительно достаточно актуальная, правда, если мы говорим о проекте конституции, который предлагает власть, мне кажется, что, скорее всего, сторонники власти как раз меньше всего и читали этот проект, даже рискнул бы утверждать, что подавляющее большинство не проявили какого-то интереса к этому документу, ибо за 28 лет правления всех приучили, что мы живем не по конституции и не по закону, поэтому люди-то как раз в большинстве своем понимают, что бы там не было написано, это не имеет никакого отношения или очень мало отношения к реальности. Но изменения на бумаге есть, а вот будущего с этими изменениями нет. Что есть еще, фиксируем, это политический кризис, и есть достаточно сильный устойчивый спрос на изменения, на перемены, который был зафиксирован еще в 2020 году. Но вот конституционная реформа, она сшита по очень специфическим таким лекалам и наполненная, на мой взгляд, весьма таким оригинальным содержанием, никак не отвечает ни на политический кризис, ни на запрос на перемены. И это одна из особенностей нынешней, сегодняшней ситуации. Да, есть некоторые изменения, которые власть, скорее всего, попробует продать на внешних рынках в первую очередь. Ну, например, возможность обращения гражданина в конституционный суд, перераспределение властных полномочий. Правда, надо иметь в виду, что эти перераспределения это из одного кармана в другой, но мундир один и тот же. Но в целом, на мой взгляд, ни референдум, ни конституционная реформа не привносит никаких существенных изменений. И наше обхопное противостояние, которое длится уже несколько, уже не месяцы, а годы. И главный вывод, что 28 февраля мы увидим к ксерокопию 27 февраля. Если коснуться еще некоторых изменений или то, что предлагается, нельзя не зафиксировать, что мы остаемся гиперпрезидентской, страной с гиперпрезидентской формой правления. Это означает, что никакой деприхватизации не будет. За 28 лет Александр Лукашенко прихватизировал не только отдельные структуры и органы власти, но и ветви власти. У нас и суд, и парламент сегодня по своим функциям, полномочиям и предназначению это скорее отделы администрации Красного дома, нежели отдельные ветви власти. Вот эта форма сохраняется, это самое главное. Да, можно еще сказать, что своеобразное новшество, это настройка и так над очень своеобразным сооружением, которое называлось национальное собрание. И если 110 депутатов формально хотя бы напрямую якобы избираются, избиратели имеют какое-то отношение к их формированию, по крайней мере, есть возможность прийти и бросить бюллетень в ящик, то уже Совет Республики напрямую не избирается. А здесь еще вот эта конструкция 1200 человек, которые появляются явно не из воли и изъявлений граждан Белоруссии. И вот эта вся конструкция, которая выполняет функции так называемого парламента, она выглядит очень странно, очень удивительно. Это скорее некие аналоги, там могут быть, или параллели и Ирана, но никак не европейской правовой и политической культуры. Ну вот, наверное, для затравки я хотел бы на этом остановиться. Главный вывод, что на бумаге изменения есть, но с этими изменениями политического будущего нет. И 28 февраля это будет ксерокопия 27-го, то есть никаких существенных изменений не произойдет в нашей жизни. Спасибо, Анатолий. Андрей, куда ты к оцениваешь этот проект, на что-то можно обратить внимание, среди того, что, собственно, власти предлагают, помимо брака как союза мужчин и женщин, а что-то там более присущественное? На самом деле, брак как союз мужчин и женщин определенный и действующий Конституцией, так что это как раз-таки не является новацией. Но на самом деле изменений достаточно много. Тут я частично только соглашусь с тем, что сказал Анатолий, хотя, ну да, согласен абсолютно в том, что, во-первых, Конституция может не исполняться. Все, опять же, к этому привыкли. Во-вторых, абсолютно непонятно, как это все будет работать, потому что органы новые, они такие гибридные, экзотическая модель получается, несоответствующая мировой практике, не только что европейской, но и в общей, скажем, мировой практике. Действительно, стран, которые применяют какие-то такие вот модели, достаточно немного, ну или пытаются, по крайней мере, с такими вещами играть. Ну да, действительно, там Иран можно назвать, Туркменистан, может быть, Китай. Ну, как это будет, там, в белорусских условиях будет работать очень сложно себе сейчас представить. Я, ну, я, например, не совсем согласен с тем, что остается суперпрезидентская республика. мне даже кажется, что вообще можно ли назвать уже новую эту республику президентской, есть очень большой вопрос, потому что суть, вот если мы посмотрим просто на юридическое содержание документа, суть всех изменений практически сводится к одному. Мы забираем функции у различных органов власти и передаем их Всебелорусскому народному собранию. То есть такому таинственному органу, который непонятно, как будет избираться в Конституции, не прописанно, как он будет избираться, который, очевидно, создается для того, чтобы не избираться народом, а фактически назначаться какими-то людьми. Ну, и функция которого, во-первых, обеспечить каким-то местом в политической системе Лукашенко, в случае, если он заходит в течение своей должности, это первое. А второе, не давать возможность каким-либо существенным изменениям политического статус-кво, то есть чтобы правящий класс, так это назовем современный, имел дополнительные какие-то гарантии, механизмы удерживания ситуации, даже в случае того, если они вдруг проиграют какие-нибудь очередные выборы, или что-то в этом духе случится. В общем-то, юридический смысл, честно повторю, это собрать полномочия от других органов и отдать его некому ВНС, который на ходу придумывается, а политически это возможность как-то устроить место для Александра Лукашенко в случае его ухода от поста президента, и плюс дать дополнительные механизмы, которые позволили предотвратить демократические изменения, или вообще изменения, ладно, будем говорить не только демократически, а еще в целом. То есть что там на самом деле предлагается. Опять же, я буду концентрироваться только на политической модели, потому что думаю, что все эти вводные положения это все больше кабриторика, особенно таких стран, как Беларусь, где все равно Конституция прямой силы не имеет, все равно суды, государственные органы не руководствуются тем, что там написано во первых разделах. Поэтому про политику. Что касается президента. На самом деле определенные ограничения его полномочий предусмотрены. В частности, декреты и указы президента перестают иметь больше юридическую силу, чем закон. Это достаточно существенное сокращение его полномочий. То есть, если, например, по Конституции 1996 года президент фактически имел законодательную власть, то сейчас законодательная власть вроде как будет решаться. он также перестает влиять на избирательный процесс, гораздо меньше, по крайней мере, так как он уже не сможет назначать членов Центральной избирательной комиссии, председателей Центральной комиссии, а также теряет контроль над судебной властью. По крайней мере, частично, так как Верховный суд будет уже избирать ВНС, а также Конституционный суд будет избирать ВНС. Президент будет только судей более низкой инстанции. Из основных функций вот этот блок забирается, и надо сказать, что он в полном объеме весь отдается ВНС. Про судей я уже сказал, но кроме этого ВНС будет иметь возможность принимать решения, которые будут обязательны для исполнения всеми другими государственными органами, и фактически они будут иметь юридическую силу больше, чем закон, больше, чем указ, декрет президента, то есть фактически над законным актом. То, что было раньше у президента со своими указами, теперь это сейчас отдается ВНС. Если мы возьмем парламент, то тенденция именно такая. с одной стороны там немножко будет усиление парламента, в частности того, что 40 полномочий с 4 до 5 лет вырастет. Второе, это то, что две короткие сессии заменяются одной длинной, которая будет 10 месяцев. Вроде бы, например, такая есть формулировка, что премьер-министр будет назначаться по предварительному согласию от представителей, то есть, наверное, предполагается, что он уже не может бесконечно долго, ну, то есть, не сначала президент назначает, а потом его там утверждает палата представителей, а именно решение палаты тут является важным. Хотя, опять же, на практике сложно сказать, как это будет. Ну, вот как функция парламента возрастает, потому что статус законов будет выше, уже нет этих указов и декретов президента, это как бы какой-то плюс для парламента. Но при этом парламент, прежде всего Совет Республики теряет полномочия по назначению судей, по согласованию, дачи согласия на назначение судей Верховного суда, на назначение судей Конституционного суда, ну, половину, а также половина члена Центральной избирательной комиссии. То есть, опять же, парламент теряет контроль, который сейчас есть над избирательным процессом и над судебными органами. И плюс сам по себе парламент также теряет одну важную политическую функцию, это возможность инициировать импичность президенту. Ну, и надо сказать, что полностью все эти полномочия ровненько отдаются Всего Русском Народном Собрании. Мы как бы собрали что-то от президента, забрали что-то от парламента и отдали туда. Ну, и в итоге получается так, что мы ослабляем парламент, мы ослабляем президента, мы ставим, да, и предстояем все эти полномочия в НС и плюс, мы ставим судебную власть в полную зависимость от этого Всебелорусского Народного Собрания. Вот, собственно, что в результате всего этого предлагается. Наверное, это может привести к серьезным изменениям. Не демократического характера, но вообще изменениям в действующей политической модели, хотя пока не очень понятно, как это будет работать, но, скорее всего, опять же, вот это, наверное, такая очень интересная будет игра. Этот весь период каких-то передач возможных полномочий последующих выборов или так далее будет сопровождаться периодом максимальной концентрации полномочий, когда, в общем-то, функции и позиции, то есть должность президента и должность Всебелорусского Народного Собрания будет занимать один человек, Александр Лукашенко, и там, в принципе, в переходных положениях задержится такой пункт, который вот прямо как раз-таки об этом и говорит, о том, что вот конкретно действующему президенту будет разрешено совмещать две эти позиции, ну и, соответственно, вообще получить власть еще больше, чем он имеет сейчас. Вот так, если кратко. Хозяин не очень кратко. Нет, спасибо, Андрей, даже попрошу себя еще немного добавить. По поводу работы ВНС, понятно, что сейчас совершенно, да, нет ни представления, как ты можешь быть не, собственно, напрямую в проектной конституции, до конца нет никакой ясности, не то, что с тем, как будет работать, а даже с тем, как будет, собственно, формироваться и сколько там будет тысяч членов, но насколько ты вообще представляешь, насколько ты будет орган условно просто максимально лояльный, насколько в нем вообще заложена бомба конфликтогенности, при том, что вот эти все полномочия огромные, они, ну, так или иначе, развиваются на какое-то большое число людей, пусть даже отобранных максимально лояльно, и пусть даже там с Лукашенко во главе, то есть насколько это там просто спящий институт, а насколько это действительно бомба замедленного действия под любой транзит, как бы, это с ним. Мне кажется, бомба замедленного действия тут заключается в том, что президент все-таки, у президента остается контроль над силовым блоком. Ну, а в практике был советский государство, у кого сила, да, тот и прав, ну, и, соответственно, можно вполне там подумать, как разогнать этот ВНС. Кстати, распуск ВНС не предусмотрен. Приденту можно дать и пинчмент, платы можно распустить, в ВНС такое ничего не написано, но, понятно, да, при желании такое можно сделать. Как это будет работать? мне кажется, что вот сам по себе ВНС, наверное, угрозы представлять не будет, потому что там не будет каких-то механизмов, в котором бы люди могли бы заниматься политической деятельностью, создавать какие-то партии, как-то общаться, какие-то заговоры там строить, да, и практика работы таких органов в других странах показывает, что вот такие органы, где там тысяча людей сидит, которые не избираются, которые назначаются по каким-то спискам, каким-то ведомственным интересам, как правило, это очень пассивная масса, то есть, по крайней мере, по правилу, они просто приходят, им дают бумажки, и они голосуют, вот, поэтому тут, наверное, какие-то полномочия будет иметь только президиум, ну и председатель, да, реальное политическое влияние, лучше так сказать, не полномочия, а реальное политическое влияние будет иметь он, вот, поэтому внутри самого этого ВНС, я какого-то раскола тут не видел, потому что, опять же, это должны быть для этого какие-то условия, например, если вдруг система начнет рушиться, то да, может быть, там кто-то как-то будет в этом играть, но для того, чтобы как-то консолидировать большинство такой аморфной массы, собранной из разных структур, опять же, нужны какие-то какие-то возможности для политической деятельности, да, там, либо партийно тогда как-то собирать, там, ну, в смысле, чтобы там были представители политических партий, их можно было как-то объединять, либо еще по каким-то критериям, но понятно, что президиум и председатель президиума имеет слишком много механизмов разбивать все эти группы, как-то дробить их там и прочее, тем более эти люди будут работать не на постоянной основе, их будут просто там вызывать там раз в год или два раза в год, чтобы что-то вот там проголосовать, поэтому вот серьезной такой политической перспективы у этого органа я не вижу, и думаю, что основная вот интрига, это, конечно, возможное противостояние президент и ВНС при определенных условиях, да, если, скажем, вот позиция президента и позиция председателя Всепорусско-Народного собрания будет разделена, да, это будут разные люди. Ну да, я уже все помню про Северновиков, я помню, раньше рассказывали смысл даже насчет того, что банально президент остается контролем над местной властью, банально местные автопарки просто не дадут автобусам, чтобы весь и двойный съехался куда-то в одно место. Ну и да, даже и, по сути, глядя на это, наверное, там словно кругу Украшенко слушает все такое, тоже думают над тем, что с ним делать, но, например, у тебя даже не очень присматриваются варианты, потому что даже если переподчинить ВНС, например, какое-то количество там условных структур службы безопасности, условно, вместо президента отдать, то понятно, что конфликт между одним сезонами и другими это может быть еще хуже. Но оставим такие вещи на будущее, потому что пока не слишком гадать на кофейной гуще, я тогда предлагаю по следующему вопросу обсудить вот эти все сейчас прозвучавшие идеи, что ты говорил, Андрей, Анатолий, вот эти все изменения, поправки частично там может быть не особо влияющие и совсем не решающие политический кризис, частично, может быть, довольно серьезные, кто вообще становится бенефициаром таких поправок? Вот если брать его в нынешнем виде предложенном, бенефициар это Лукашенко, у которого формально возрастают полномочия получаются, или бенефициар это больше Россия, которая добивается очень какого-то в широком смысле начала транзита, или это белорусская номенклатура, которая, собственно, получает места в ВНС, и, может быть, ВНС наконец станет чем-то, если Белую Русь долго не давали парочкой власти сделать, ну вот дадут ВНС какие-то понятные места с гарантиями для лояльных. Кто вообще будет внефициаром этих поправок на Волгах основной? Анатолий. Ну, очень приятно встретить как оптимиста, очень приятно встретить оптимистов. Это по первой части нашего обсуждения. Я все-таки здесь не вижу никаких оснований для оптимизма в ближайшей перспективе, но я думаю, когда у нас будет дискуссия, мы еще к этому вопросу вернемся. А что касается выгодополучателей, то, на мой взгляд, есть один, он четко просматривается, это Кремль. Лукашенко сделал подарок Путину, изъяв из текста Конституции статью, которая фиксировала безъятерный статус страны и стремление к нейтралитету. Это, пусть и формальное, но правовое основание для того, чтобы приходить в Беларусь, создавать здесь, иметь правовую основу и для российских военных баз, и для того, чтобы можно было и создавать российские военные базы с ядерным оружием. Это, безусловно, в сторону России и для Путина это, безусловный, подарок. Удовлетворит ли это Кремль, который, на мой взгляд, был все-таки главным двигателем конституционной реформы в Беларуси, не Лукашенко, а именно Путин стоит за этой конституционной реформой, по моему мнению. Удовлетворит ли вот этот пункт Путина? Не думаю. Не думаю. И вот последнее событие, публичный отказ России предоставить новый кредит 3,5 миллиарда, это тоже косвенное свидетельство того, что, скорее всего, Путин хотел бы большего, чтобы в этом проекте конституции все-таки четко был виден политический транзит. И как можно в обозримом будущем перейти от токсичного Лукашенко к другому лидеру пророссийски настроенному, но без вот этой плохой кредитной истории. Я думаю, ожидания у Москвы остаются еще большими, поэтому фиксирую как фант, пока выгода получается в моих глазах только Путин, вот с этими бонусами касательно возможности военного силового присутствия в Белоруссии, но и сам факт референдума мне кажется для России, для Москвы, для Кремля это возможность получить такой отбеливатель. Почему Москва по-прежнему работает с Лукашенко? Ну, потому что прошел референдум, а это воля изъявления людей. Мы там как бы не заглядывали в каждый бюллетень, но в целом мы фиксируем, что это все-таки процедура, которая фиксирует воля изъявления людей, она прошла, и поэтому вот тот осадок, который остался в целом после президентской кампании, это смягчается, это отбеливает. Поэтому сам референдум в целом как мероприятие, которое позволяет как-то улучшить самочувствие Кремля, которое безусловно фиксирует ухудшение общественного мнения по отношению к России, потому как Путин вынужден публично поддерживать Лукашенко, и безусловно это не способствует укреплению пророссийских настроений сегодня в Беларуси. Я думаю, что Лукашенко здесь ничего не получает абсолютно. Мне сложно сказать, чтобы сейчас могло укреплять его позиции внутри страны. Для него референдум это дополнительное усложнение того, что есть. Он понимает, что власть он может удерживать только при помощи силового блока, а не при помощи конституционного референдума, не при помощи перераспределения властных полномочий. Он понимает, что референдум не изменяет соотношение сил внутри страны. Это означает, что мы имеем черно-белую ситуацию, фиксированное жесткое количество сторонников власти и ее оппонентов, поэтому для него это какие-то дополнительные риски. вот сейчас в режиме усиленной интенсивности работают все силовые структуры, всех отправили по спискам разных активистов, разных наблюдателей и все только и занимаются, что кошмарят сейчас людей и просто предупреждают, что 27-го вы сидите тихо, никакой активности. Вот главная задача, к чему свелся референдум для Лукашенко. Он также прагматично понимает, что не появится 28-го заявление в Берлине, Париже или Вашингтоне, что состоялось какое-то легитимное мероприятие и оно меняет отношение к Александру Лукашенко. То же самое и о гражданах Белоруссии. Это совершенно очевидно, что мы находимся в режиме такого окопного противостояния и это окопное противостояние продлится и после дня голосования. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Андрей, какое мнение по поводу бенефициаров? Мы не обсуждали те группы, кого я назвал. Может, еще есть какие-то идеи, кто еще бенефициар? Мы не знаем, белорусский народ, Украина или кто-нибудь еще. Я скажу, кто является формальным бенефициаром, кто в итоге получит какой-то политический дивиденд бенефициаром. Это немного другой вопрос. Про это Анатолий немного поговорил. Была в 90-е и, по-моему, чуть позже такая шутка, что какую партию не строят на постсоветском пространстве, все равно получается КПСС. Где-то что-то такое, но из этой реформы. Какую реформу политическую Александр Лукашенко не придумывает, все равно получается что-то, что связано только с ним. Мне кажется, весь текст Конституции вот этой новой, он просто пропитан всем тем, что он является основным бенефициаром этого всего. Там есть какие-то для него гарантии. Там есть для него запасной аэродром в случае, если надо будет уйти с позиции президента. Там нет никаких препятствий ему еще избираться два раза на президента. И так далее. Как первая Конституция 1996 года создавалась для того, чтобы дать неограниченную фактически власть Александру Лукашенко, так и эта реформа задумывается для того, чтобы для него опять же обеспечить какой-то транзит. Опять же, если будет принято решение про такой транзит, но какой-то обязанности у него в этом отношении в принципе тоже нет. Как я уже говорил, он может совмещать позицию президента и председателя ВНС, ну и все. Это решает все какие-то вопросы двоевластия и так далее. поэтому думаю, думаю, что сам этот проект писался именно таким образом, исходя из политических интересов по большому счету одного человека. Я даже не вижу политических интересов ближнего окружения, я не вижу здесь того, о чем много говорилось, это вот такого коллективного Лукашенко формирования. Вот даже интересна самая история формирования этого, написания этого проекта. Если там не вдаваться в более ранней стадии, а возьмем то, что было озвучено Коэстонной комиссией в августе 21-го года, то там в принципе был неплохой проект, в смысле что его даже можно было чисто формально, не политически формально считать каким-то шагом по сравнению с конституцией 1996-го года, ну редакции точнее. То есть там было ограничение полномочий президента, усиление позиций парламента, изменение функций конституционного суда, ну и это в общем-то было какое-то приближение к такой нормальной системе разделения властей. Но после этого всю осень и зиму шло вот это придумывание чего-то конкретно под интересы одного человека, под то, чтобы придумать какие-то механизмы, которые позволили ему остаться, придумать какие-то механизмы, которые позволили бы, даже в случае, если все пойдет очень плохо, ну например, там будут проиграны выборы парламентские или президентские, все равно есть механизмы того, чтобы все вернуть назад, ну и так далее. Там вот просто все фактически изменения, которые там фиксируются, вот можно к этому привязать. Поэтому в общем-то в том виде, как сейчас есть этот проект, его основной бенефициар в общем-то действует Александр Лукашенко и в общем-то из этого все исходит. Ну а уже остальное это вторично. Уже понятно, что сама атмосфера, которая принимается референдумом, очевидно закладывает большую минус замедленного действия под всю политическую модель, которую дальше будут выстраивать. Потому что рядом не будет признана не только международным сообществом, я имею в виду западными странами, но и значительной частью граждан, скорее всего большинством, по крайней мере по вопросам мы видим, что энтузиазма там ни у кого нет. Будут вопросы России, потому что наверное тоже хотелось быть что-то другого, более прозрачного, более понятного, предсказуемого, ну так далее. Но мне кажется на данном этапе просто у властей настолько нету какого-то понимания будущего политического, как нужно развиваться. Нету собственно политических идей, что думать про такие вещи просто не хватает ни энергии, ни времени и все просто вылепливается в таком ручном режиме и подгоняется под интересы по большому счету одного человека. Спасибо, Андрей. Позиция понятная, а может тогда просто немного дополнишь по поводу того, что не формируется Галентина Лукашенко, почему ты считаешь, что вот это попадание по сути в ВНС очевидно номенклатуры разных чиновников, местных депутатов, которые по сути тоже часть чиновничества, фейкового гражданского общества, тоже часть политического класса. Почему это все не являются бенефициарами? Ведь по сути это сильно похоже на то, чего они долго хотели. Как-то вся достаточно аморфная модель получила помимо своих должностей, что она получила какую-то дополнительную институализацию, свою общую площадку. Ну, вроде похоже пока мы не знаем, как это будет формироваться. Конечно, если бы тут была бы возможность представительства разных интересов, разных групп, то, наверное, все такое могло сыграть. Но мне кажется, что вообще все придет к тому, что будут просто списки, которые будут утверждаться в администрации президента и на этом как бы все. Причем, опять же, они будут так продумываться, чтобы люди внутри состава были спокойны и не создавали проблем. То есть, это не форум представительства интереса, где эта элита собиралась и думала, что мы со страной делаем, или как мы на что можем влиять. А только такой формальный орган, чтобы приехали и проголосовали. Ну, посмотрим, конечно, может быть, но пока мне это делится так, потому что, опять же, то, что происходило последние полгода, то есть, с августа, как проект был впервые публикован, это все было движение скорее в том, чтобы все закрывать. Не для того, чтобы давать власть даже своим, а чтобы, наоборот, подумать про то, чтобы все все равно оставить очень таким закрытым и не связанным с представителями интересов. Ну, это один момент. А второй, ну, а каким образом, скажем так, присутствие в ВНС, когда-то там 11 тысяч человек дает тебе возможность как-то влиять на принятие ключевых решений. Ну, вот тут это не так просто, да, потому что даже в депутат парламента, по большему счету, ни на что не может влиять. А на что там будет влиять, хотя там их 110 человек, да, плюс там считают республики, вот, а здесь все еще как бы все более сложно. Вот, ну, конечно, будем смотреть, да, если, потому что много раз озвучивалось, что предусматривается создание какого-то гражданского общества лояльного, да, там, где, скажем, вот уже будут все свои структуры, посоздаются вот своими лояльными людьми, там, друзьями, родственниками и прочим, да, обещалась так же реформа избирательной системы. В общем-то, в Конституции, опять же, не отражена возможность по партийным спискам, да, людей избирать. Скорее, опять же, есть эта вот проблема, что есть процедура отзыва депутатов, а значит, что, наверное, система должна оставаться, какой есть. Вот, также так или не было инициировано создание партийной системы новой. Про это много говорилось там в 20-м году, по-моему, даже в начале 21-го, и партии власти, и других патриотических организаций и так далее, все это, опять же, поставлено на паузу. Вот, поэтому, ну, конечно, напрямую вот те изменения, которые были внесены, они вроде никак не ну, не не являются непреодолимым препятствием для того, чтобы создавать, ну, назовем это, коллективно Лукашенко, да, но все события последних месяцев показывают, что ничего такого, в общем-то, в планах ближайших, по крайней мере, нет. Да, сейчас говорил, я подумал, что вот эта структуризация Гонга в такое формально названное гражданское общество, по сути, может тоже быть и всем этим людям тоже не очень понравится, сейчас они, понятно, действуют в рамках заданной модели, но все-таки формально хотя бы они в рамках своих там организаций, каких-нибудь там актуальных учреждений, актуальных концепций могут делать, в общем, внутри что хотят, а тут их, может быть, все еще больше структурируют, встроят в какую-то иерархию, протекали, может быть, ему, кстати, это и совсем-таки не по вкусу придется. Да, я просто уже видел, какие там проекты, которые люди обсуждают, что, например, сейчас, что надо будет проходить всем обязательную проверку там в силовых структурах, плюс там еще там какая-нибудь служба в армии на каких-нибудь аргентах должна быть, или там еще там что-нибудь такое, ну, понятно там, что будет принято, это пока непонятно, но, а, да, там, или, скажем, чтобы тем, кто получил образование за границей, не давать таких должностей, ну, потому что они имели вид на жительство там и вообще жили в другой стране, может, они там же, как бы, иностранные шпионы, вот, ну, да, и там, как бы, как раз-таки, ну, я согласен, что то, что сейчас обсуждается, это скорее тех людей в этом, даже в Гонго, будет напрягать, да, чем то, что бы их как-то сильно обрадовало. Подумал, что один из есть известный чиновник с зарубежным образованием, это Макейт, который венскую академию оканчивал. Интересно. как-то начал его зарядить от влашностей. Приятно, что на практике, конечно, при никакой не коснется, но любопытно. Ладно, давайте тогда от такого приятного момента перемывания косточек, как там и всем, как будет против Гонга, перейдем, может быть, к мере такому приятному, а может быть и нет, моменту и обсудим сильные и слабые стороны стратегии власти и ее противников на референдуме. И, в принципе, по стратегии власти скорее будет интересна ваша оценка в том, в чем эта стратегия, есть ли она в чем-то, кроме как просто осуждение ярко и вообще сводить к минимуму любые дискуссии. И интересно будет обсудить, собственно, стратегию с двумя крестиками, в чем на вас взгляд ее сильные и слабые стороны. Потому что, с одной стороны, я сам регулярно сталкиваюсь перед вопросами, особенно на сторонах журналистов, и объясняя, почему выбрать стратегию, почему вроде сложно было выбрать что-то другое. Но это одно дело. А другое дело разобраться, в чем моя, как бы, сила и сила, и слабости. Поэтому, Анатолий, начнем с вас, поскольку он тут не только сторонний анализ, но и, в общем, за свою тоже часть. Нет, я не являюсь автором этой стратегии, поэтому мне тоже будет взгляд со стороны. Но вместе с тем, если мы говорим о том, что делает сейчас власть, и делает сторонники перемен, демократические силы, я думаю, что в обоих случаях употребимо такое выражение, как вынужденная необходимость. Я до сегодняшнего дня убежден, что Лукашенко иногда сам себе задает вопрос, «Саша, а зачем тебе весь этот геморрой?» Не был он инициатором референдума, и по моему убеждению, эта идея все-таки выкристаллизовалась во время протестов, которые были в Беларуси в 2020 году. И в Сочи, когда Лукашенко был похож на утку, которая хромает на две ноги, Владимир Путин диктовал ему октябрьские или сентябрьские тезисы, а он вынужден был это фиксировать. И для Путина было крайне важно, чтобы протест из Беларуси не перекинулся за Смоленск и Брянск, и покатился по Российской Федерации, поэтому важно было увезти людей из улицы, и в их кремлевском понимании, с их опытом недавним свежим проведением конституционной реформы это должно было решить эти вопросы. Поэтому он так настоятельно продвигал этот вопрос. Ну и к тому же для России это была какая-то возможность, перспектива все-таки транзита власти в Беларуси и постепенного ухода Лукашенко куда-то подальше от кабинетов, где принимаются политические решения. Поэтому вынуждена необходимость. Лукашенко действительно не рождал референдум, он рефлексировал, и то, что, например, как отмечали при обсуждении второго вопроса, менялся текст Конституции, это было связано с тем, что просто Лукашенко взял текст, взял ручку, и последний текст он писал. Я абсолютно убежден, что где-то, возможно, у кого-то и останется в архиве, вот то, что он исправляет ручкой сам текст. Он был, конечно, мотивирован это сделать, и у него эти фобии, испуги, они всегда его преследовали, начиная с 1996 года, когда после неудавшегося импичмента Лукашенко был так напуган, что сам лично прописывал процедуру импичмента, сделать ее так, чтобы она практически была нереализуемой на практике, от слова вообще. Вот и сейчас он от того проекта, о котором вспоминал Андрей, действительно, который мог бы быть интересен, и который можно было продавать и на международных рынках, и внутри страны, и была бы какая-то политическая интрига, вот его фобии, его страхи, они вынуждены его прописать таким образом, что сейчас никто не может объяснить вообще, что получилось на выходе. Поэтому для него это вынуждена необходимость, и для него самое главное на сегодняшний день. Он-то понимает, что не проект Конституции и не даже формулировки в окончательном виде дают ему какие-то гарантии. Гарантии для него – это поддержание страха, это монолит силовиков, которые его поддерживают, и полный контроль, тотальный контроль над всеми, над всеми внутри своей страны. Вот на это он делает ставку, а не на конституционный референдум. Поэтому стратегия, конечно же, с изъянами, потому что они вынуждены прибегать к политическому рестлингу, игра без правил. И когда некоторые наши сограждане опасаются, что вот может произойти легитимация вот всего этого процесса, то возникает вопрос, извините, Лукашенко и лучшие времена, проводя шесть предыдущих парламентских, шесть президентских кампаний, не удалось это продать. По крайней мере, на международных рынках везде был провал и констатация, что это не соответствует международным стандартам. То продать вот это, то, что сейчас подготовлено, написано, на принципе невозможно. И интрига лишь в том, что это невозможно даже продать внутри своей собственной страны. Внутри своей собственной страны. Поэтому вот это самый большой изъян того, что делает Лукашенко. И результат для него будет таков, что ни международные организации, ни международное сообщество, ни внутри страны большинство граждан не воспримут это как честный, справедливый, легитимный процесс. То есть при первой же создавшейся возможности они от этого будут уходить и говорить, что это не наше, и мы к этому не имеем никакого отношения. Что касается сторонников перемен и оппозиции, демократических сил, то слабость заключается в том, что это не сценарий Тихановской, Координационного совета, НАУ. Они вынуждены рефлексировать на то, что делают другие. На то, что предлагал Путин и реализовывает Лукашенко. И это рефлексия. То есть это не их стратегия. И изначально. И в этом уже есть минусы и слабости. Ты исходишь из того, что тебе надо рефлексировать на то, что инициируют другие. И поэтому выбор был здесь достаточно ограничен. Выбрать из всего не самого удачного что-то самое лучшее. Мне кажется, это и было сделано. Потому что при всех минусах и плюсах надо просто положить это на чашу весов. Совершенно очевидно, что, на мой взгляд, пассивный бойкот в этой ситуации это было бы для власти более приемлемо. Им не надо напрягать 80 тысяч, там, 500 чем-то членов избирательных комиссий, потому что для них это стресс. Они еще под впечатлением 2020 года. И поэтому даже найти людей туда, мобилизовать было проблемно. И сейчас они с этим шоком будут жить. Их сейчас надо как-то защищать. Но дошли до того, что идем на нарушение избирательного кодекса и запрещаем публикацию фамилии членов избирательных комиссий. Это прямое нарушение законодательства, которое писалось для власти и для Лукашенко. Поэтому активность, вот что, наверное, самое позитивное в этих крестиках. И это фиксация, что протест остается. Это визуализация с возможностью потом через платформы зафиксировать, что количество людей, которые сейчас находятся на позициях против власти, остаются великими. Их больше, чем тех, кто поддерживает власть. Это вполне такой досягаемый результат. Практичный, прагматичный и, наверное, с некими, пусть минимальными, но психологическими позитивными эмоциями. Поэтому вот мне так видится, что это вынужденная необходимость и для Лукашенко, и для сторонников перемен. И опять же, на свой вывод выхожу, что все поборются, все постражаются. Сейчас Лукашенко заинтересован. Главное, чтобы не было сильных каких-то ярких действий, чтобы они не происходили там на избирательных участках, что-то вообще, чтобы не было никакой активности. Но он вынужден допускать вот эту активность, прийти и поставить два этих креста. Вот на это власть точно не влияет. Она может ограничить еще большее количество участников этого процесса. Отрезали уже тех, кто находится за пределами страны. Это, опять же, не добавляет ни легитимности, ни утверждения, что власть полностью контролирует ситуации. Можно, да, какое-то количество еще людей посадить там в 15-10 суток, пройтись по активу. Можно пройтись еще раз телами, структурами и заставить людей поставить еще какую-то подпись, что они берут на себя какие-то обязательства, там не бузить, ничего не делать противозаконного, но они вынуждены все-таки допускать людей на участки, давать им в руки бюллетень и дальше контроль их все-таки заканчивается. Что там человек будет писать, что там будет черкать, это все-таки находится во власти конкретного человека. И это тот плюс, который есть. Активность, которую можно зафиксировать и показать, что людей в оппозиции к Лукашенко больше, чем тех, которые его поддерживают. Да, Анатолий, спасибо. Спасибо за это. Вы сказал такое хорошо сформулированное мнение. И действительно, да, вспомнили про то, что уже приходится идти на нарушение избирательного кодекса. Я еще вспомнил новацию о том, что по домам теперь вместе с комиссией на военном голосовании будут ходить сразу милиционеры. и вспомнил, как в августе 2020 года представитель комиссии из участка максимально активно удалял какую-то пытающую прорваться девушку из МЧС проверить участок. Говорил, что мне тут кодекс нарушаете, не надо, должен никто присутствовать с лишним. Все, уйдите, уйдите, там вы прям настоящий стандал. Теперь вот да, теперь прямо в сопровождении силовиков. Ну, что, в общем, да, такое откровенное нарушение, прямо скажем, не новость. Хорошо, Андрей, какие тогда твои мысли по поводу обеих стратегий, насколько это все вынужденное и вынужденное, ну, и какие в них сильные и слабые стороны? Ну, стратегия властей, мне кажется, понятна. Была взята, ну, ставка сделана, да, на силовые методы решения политического кризиса, и Триферену проводится именно в этой логике, он не предусматривает какого-то большого интереса в том, чтобы переубеждать людей в чем-то, нужно обеспечить административную процедуру, нужно будет нарисовать данные, это все сделают, вот, главное, да, я согласен с тем, что сейчас для властей это, чтобы это все пошло спокойно в их понимании, чтобы не было никакой активности, не было визуального проявления протеста, но в этом и основная слабость властей, потому что это еще не, наоборот, для того, чтобы быть решением проблемы легитимности, скорее всего, этот референдум станет еще одним шагом в деле к этимизации, действующей власти, так было нелегитимен просто Александр Лукашенко, который занимал свою должность, ну, как бы, по результатам сомнительных выборов, сейчас нелегитимной как бы становится вся политическая система, потому что Конституция, очевидно, не будет признаваться западными странами, она не будет признаваться большой частью белорусских граждан, не буду говорить, с какой там, но очевидно, что энтузиазма в этом отношении нет, вот, какое-то напряжение и раздражение в отношении власти растет, видно, что, в общем-то, тем противникам власти, которые были активны, им не дают расслабляться, они, может быть, уже забыли бы там про 20-й год, уже как-то там жили бы нормально, но им постоянно напоминают, ну, напоминают и через репрессивные действия, и через то, что они считают в независимых ресурсах постоянно про эти репрессивные действия и прочее, 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 вот, что, конечно, не позволяет каким-то образом стабилизировать ситуацию, да, и очевидно, что, в общем-то, слабостью такой стратегии является то, что вот это вот окопная война, вот так ее Анатолий назвал, то есть она будет, скорее всего, продолжаться, и никуда мы от этого, ну, то есть и решить как-то эту проблему через этот референдум не получится. Что касательно, собственно, позиции демократических сил, ну, на самом деле, хороших решений, в общем-то, тут сложно, наверное, было найти оптимальных решений. Логика голосовая, делать бюллетени действительно, в общем-то, понятна, потому что она однозначна с политической точки зрения, да, когда ты приходишь голосуешь против, то это может значить, что ты, как бы, за действующую конституционную систему, за действующего, там, да, президента и так далее, ты хочешь просто сохранить статус. Ну, это, в общем-то, не очень хорошо. Не приходить на участки, это значит, что просто проявляясь политической пассивностью, но, опять же, не идти на участки можно, потому что тебе просто это неинтересно, а не в знак протеста. Конечно, приход на участок и два, две галочки в бюллетене, это уже политическое действие. Это значит, что человек, как минимум, совершит что-то, что имеет однозначное политическое значение, выскажет свой протест хотя бы перед самим собой. Ну, а может быть, это еще будет вместе и дополнительный эффект через то, что, в общем-то, эти галлютени так или иначе кто-то будет считать, как-то у них все равно будет складываться ощущение у членов комиссии того, что вот, как много, да, людей, которые не согласны, все это как-то может там дальше подниматься по эрскалии власти. Ну, понятно, что это не какой-то там момент, который способен прям переломить ситуацию, но в любом случае это лучше, да, чем если люди вообще не придут, ну, я имею в виду с точки зрения демократических сил, чем если люди вообще не придут, либо если люди там будут голосовать против. Поэтому, в принципе, наверное, учитывая весь контекст, эта стратегия, в общем-то, понятна и в какой-то степени даже оптимальная для какой-то вот мобилизации политической вот в ходе этого референдума. Слабые места. Ну, слабые места, во-первых, в том, что компания проходит в условиях плотных политических, плотного политического давления, политических репрессий, фактически разгрома с лета 2021 года информационного пространства. Также невозможности вести какую-то деятельность внутри страны, то есть, фактически, только за пределами страны можно вести более-менее системную политическую деятельность. Внутри даже те активности, которые раньше считались, скажем так, политически безопасными относительно, ну, типа, как наблюдение там за выборами и так далее. сейчас все это... Наблюдение сперта-аналистический клуб провести тоже считалось безопасным. Сейчас вот по такой теме я бы в центре Минска снимать, проводить, не думаю, что это безопасно. Да, 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 сейчас это все уже вдвинуто в поле уголовного преследования, да, в лучшем случае административного, да, во многих случаях уже и уголовного преследования, вот, и вот и это все приводит к тому, что, в общем-то, многим людям, во-первых, непонятно, что вообще нужно делать на этом референдуме, многим людям не до конца понятно, почему нужно приходить и делать бюллетени недействительными, то есть, в общем-то, мне кажется, что до конца не было объяснено это, да, именно потому, что, в общем-то, поломались информационные каналы, коммуникации, много, скажем так, изменилось в возможностях общения с обществом в стране демократических сил, вот, и, наверное, поэтому здесь не до конца, да, это было проработано, вот, ну, и, кроме того, действует, как мы можем фиксировать в результате некоторых замеров гражданства, то есть, общественного мнения, действует, ну, пропаганда, да, или даже не пропаганда, а вот такая политика, да, информационная властей информационная вот в этой сфере. Ну, например, достаточно успешно была запущена информация о том, что делать бюллетени это незаконно, и за это могут наказать, да, несмотря на то, что, в общем-то, и претендентов таких не было, и в законодательстве такого ничего нет, можно видеть, что значительная часть людей действительно считает, что вот прийти на участок и сделать бюллетени действительно, это что-то противозаконное, и за это что-то может быть, и там вроде как камеры будут стоять чуть ли не в каждом участке, и те смогут найти, если ты будешь это делать, вот такая информация запускается, наверное, она запускается именно, так скажем, системно, определенными государственными органами, и, конечно, это ослабляет, да, возможность каким-то образом людей мобилизировать на такое действие, ну, и общая атмосфера, конечно, да, видно, что все-таки властям удалось как-то вот посеять страх уже и там на низовом уровне, на уровне рабочих коллективов, люди же не обсуждают политику, люди же стараются лишний раз не высказывать свое мнение, вот, ну, и вот в такой ситуации, конечно, рассчитывать на то, что вот призывы демократических сил будут встречены с кем-то таким энтузиазмом и активностью со стороны людей, ну, очень сложно, хотя, ну, конечно, в этом отношении была проведена работа, посмотрим, какие будут в итоге результаты. Спасибо. Андрей, ну, что ж, после такого неоптимистичного хотелось бы чего-то оптимистичного, но боюсь, чтобы следующий вопрос по камере мне не добавляет. Вы поговорили о том, какие стратегии, о том, как все придут к дню голосования, чего, с одной стороны, к чему их призывают разные акторы, чего люди боятся, но, что подумать над тем, что, собственно, будет в день голосования, в какой атмосфере оно пройдет, ну, и, собственно, как сам факт проведения референдума, как он повлияет на настроение и в Беларуси, и на Востоке, и на Западе, что, собственно, к чему придет белорусское общество, может быть, я не знаю, но ощутит прилив некоторой мобилизации, когда снова будет, не знаю, словно, снова кучащийся ради участков, где все будут, понятно, стоять ради того, что мы зачерпали бюллетень. Или, наоборот, скорее, демобилизация, когда люди поймут, что, ну, вроде бы мы ну, и опять же, Москва скорее удовлетворится тем, что референдум прошел, хотя бы такой, какой прошел, или, скорее, наоборот, будет вопрос, что слишком мало и не так прошло. Собственно, как референдум пройдет и что он изменит, какие будут настроения? Анатолий. На мой взгляд, несколько дней до 27 февраля это будет день милиции, КГБ, прокуратуры. А 27 это будет день Министерства культуры и Министерства торговли. Вот, для власти это будет выглядеть так. Мы увидим художественную самодеятельность от Бреста до Орша на всех избирательных участках, танцы, пляски, ну, и удовлетворят запросы белорусов, они увидят по хорошим красивым ценам исчезающие там капусту, картофель и яблоки. Вот, что будет непосредственно в эти дни. Сначала будет преобладать такой откровенный террор, страх, аресты, все это будет делаться публично, а в сам день вот такое первое время чумы. это то, что мы будем вот физически наблюдать и понятно, что с утра до вечера вот будет такое пропагандистское море разливаться, кто только будет смотреть это. Что касается настроений, что будет, я опять с этого и начинал, что 28 февраля это будет ксерокопия 27-го, ничего принципиально не изменится, это окопное противостояние сохранится и мы сейчас видим, что внутри страны ни у Лукашенко, ни у его оппонентов нет необходимых достаточных сил, ресурсов для того, чтобы сказать все, с врагом покончено, мы полные победители. Вот этого нет, это означает, что будут скорее всего возрастать внешние факторы воздействия на ситуации в Беларуси. Это означает, что приоритетным будет вот как внешние акторы будут комментировать то, что происходило в Беларуси. Я отмечал, что для России скорее всего это будет такой шанс отбелить свою российскую политику внутри Беларуси, потому как говорить после августа 2020 года, что Лукашенко это человек, который избран большинством белорусских избирателей, даже для русских это было слишком так стрёмно, поэтому они избегали. И вот сейчас для них они находят такое правовое некое обоснование, референдум это волеизъявление, а возле волеизъявления оно вот зафиксировано там. Еще могут сказать российские дипломаты, встречаясь с западными на ушко, мы знаем, что было там не 70%, но 53% реально там поддержали выбор Лукашенко, как они говорили некоторые после президентской кампании, поэтому Россия скорее всего будет занимать вот такую линию на то, чтобы отбелить свою достаточно слабую позицию внутри Беларуси, потому как стратегически России, конечно, очень важно, чтобы общественное мнение не становилось все больше антироссийским, а когда люди видят, что Путин, образно говоря, подает патроны там, Лукашенко, который стреляет в людей, вот это сложно объяснить российскую политику. Что касается Запада, то здесь совершенно очевидно будет достаточно жесткая, на мой взгляд, реакция, рефлексия, жестче, чем было во время предыдущих референдумов и избирательных кампаний. Думаю, что перед голосованием Венецианская комиссия сделает первое заключение, которое будет касаться политической системы. и это тоже будет достаточно важным документом, мнением, все-таки высший правовой арбитраж, который может высказываться по этим вопросам. Думаю, что еще будет несколько возможностей возвращаться к теме конституционной реформы. Она будет не то, чтобы доминировать, но будет темой этого года. Даже если мы возьмем Всебелорусское народное собрание, которое мы обсуждали, к сентябрю планируется принятие закона. И вот там, мне кажется, что может быть очень много интересного, потому как на сегодняшний день, это, скорее всего, гадание на кофейной гуще, что это будет, когда мы не видим конкретных полномочий, как это избирается, как это функционирует, как это регламентируется. Поэтому эта тема будет оставаться в повестке дня. Где-то в марте Венецианская комиссия планирует сделать второе промежуточное заключение и в июне окончательное заключение на проект Конституции власти и, вполне вероятно, и на альтернативный проект Конституции Новой Беларуси. Так что будут информационные поводы, чтобы вернуться еще раз пообсуждать по сути, а что же там втюхали гражданам страны Лукашенко и кампании. Будет больше информации и в правом плане, и мы уже посмотрим, как это работает на практике. Хотя, по моему мнению, абсолютно ничего не изменится, но это мы вернемся еще к дискуссии. 28-го мы увидим, как по правую руку сидит Качанова, по левую Андрейченко, и вроде бы с новыми полномочиями, которые, вот Андрей говорил, там что-то ухватил или получил парламент, они будут старательно записывать то, что им говорит Александр Лукашенко. То есть, это можно брать старую хронику, и она будет один в один совпадать с тем, что будет, по крайней мере, я говорю, за ближайшую перспективу, я не рассматриваю там средние срочные ориентиры или более отдаленную перспективу. Вот, да, с Россией будет много интересного, мне кажется, вот сейчас, это уже начинается с ближайшей поездки Лукашенко, Россия будет делать ставку на такую ползучую интеграцию, ползучую, это означает, что вползать в Беларусь и откусывать потихоньку части экономического интереса, и думаю, что в повестку дня станет вопрос военных баз, причем не только де-факто, но и на уровне межправительственного соглашения, скорее всего, опять станет повесткой дня вопрос создания наднациональных органов и единая валюта. Это вот то, что надо будет Путину перед 2024 годом, перед своей собственной избирательной кампанией, и поэтому стоит ожидать может быть и никаких неожиданных шагов со стороны России после вот этого так называемого референдума, который все-таки не является референдумом. Да, Анатолий, спасибо. Андрей, какие прогнозы начинаются непосредственно в какой атмосфере все это пройдет? Ну и заканчивая тем, как будут дальше реагировать разные акторы русского общества и внешне. Ну, пройдет скорее всего по этому сценарию, который власти придумали, опять же, нам все равно, что вы думаете. Важно, чтобы было формально все тихо, не было визуального проявления протеста. Нам не важно, будете верить в наши данные или нет, доверяете вы избирательным комиссиям или нет. Главное, чтобы формально мы все данные озвучили, подписали, и никуда вы не денетесь, будете продавливаться под наше решение, под наши действия. И под, соответственно, новую конституцию и новую, возможно, политическую реформу. Что будет дальше? Ну, вот это, конечно, сложно в белорусской ситуации прогнозировать. Может быть, и многие интересные какие-то моменты, потому что, ну, с одной стороны, сама эта конституция предусматривает определенную политическую реформу, да, то есть, по идее, по логике, должно быть принято какое-то решение по поводу того, что такое, я не знаю, гражданское общество. Вот они уже власти озвучивали необходимость того, что нужно принять соответствующий закон. Ну, в принципе, он там даже в конституции этой новой гражданской общества упоминается, поэтому нужно это сделать. Как это будет, что это будет, ну, тут, очевидно, будет еще длительная игра, да, потому что многие из этого поля государственного увидят в этом какую-то свою возможность для того, чтобы, может быть, как-то усилить свои позиции, может быть, как-то там в карьерном плане вырасти, но многие, особенно вертикаль, будут этому противиться, потому что, ну, в общем-то, им хочется сохранения статус-кво, ну, чего им как бы менять, им будет до пенсии там доработать, или вообще, чтобы все было как бы спокойно, а тут может создаваться еще такая параллельная вертикаль, то есть будет такая исполнительная вертикаль, еще и политическая вертикаль, и вот, и они, конечно, это будут торпедировать, как они это торпедируют с 2007 года, когда впервые была озвучена идея создания партии власти, да, в форме Беларуси, ну, кроме гражданского общества, да, будущая проблема, вот что там с этими политическими партиями, развивать их, не развивать, большой вопрос, как формировать в НЭС, так же пока, да, абсолютно непонятно, как это все будет работать, а это нужно будет завершить в текущем году, далее надо будет думать про следующие выборы, получается, что это 24-й год, да, то через два года, ну, с одной стороны, есть какая-то пауза, но с другой стороны, в общем-то, это не так много, и как их делать по старой системе, по новой, надо ли как-то давать больше власти своим, мы лояльны, мы активы или нет, а скорее всего нет, потому что никогда нельзя быть полностью уверенным в лояльности, то есть, ну, это больше вопросов, зачем ответы, тем более, ну, усказать такое впечатление, что в целом какого-то видения у властей по этому поводу нет, то есть, есть такая вот политическая пустота, и единственное, что удается, это такое оперативное ручное управление, да, то, что вот с горизонтом планировано, я не знаю, там, 4-6 месяцев, максимум какой-то год, вот, ну, и, наверное, вот как-то в этом, вот в этом режиме как-то все будет существовать, да, в надежде на то, что просто оно само собой рассосется, ну, например, начнется там экономический рост, снимется социальная напряженность, ну, и как-то все успокоится, да, или там, скажем, люди сами вот сначала походили, сейчас просто возмущаются, ну, а через год там забудут, да, ну, причем, ну, надо сказать, опять же, кто следит за дискуссиями вот в этой провластной экспертной среде, там они, в принципе, так открыто говорят, да, ну, сколько они там будут еще, как бы быть недовольными, ну, да, мы думали, что это будет полгода, да, ну, получилось там, скажем, полтора, ну, еще год и все, ну, дальше что им делать, то есть, примет правила игры, кто не принят, тот пускай сваливает, и все будет хорошо, вот, ну, наверное, вот рассчитывая на это, собственно, и все будет развиваться в режиме такого ручного управления, без какого-то планирования и просто реагирования на вызовы. И мне кажется, что для всей ситуации как бы есть два фактора, которые являются вот ключевыми, которые могут серьезно как-то повлиять на внутреннюю ситуацию. Первое – это экономика, прежде всего, потому что экономика, если будет экономический рост, вообще никто с властей не подумает про то, что что-то плохо, да, то есть это значит, что, в общем-то, не надо не идти на какие-то компромиссы, на какие-то там диалоги, надо просто вот развивать так, как все оно идет. Если мы вспомним вообще вот исторически, то, ну, Лукашенко всегда играл в демократии, всегда улучшал отношения с Аптом, когда с экономикой было плохо. Когда с экономикой было хорошо, тогда все эти возможности сразу же там закрываются, да. Вот, поэтому я считаю, что все-таки от экономики много будет зависеть. Это как-то даже чисто психологически вот для Лукашенко и для действующей элиты очень важно, да. Я думаю, что их такая смелость 21-го года во многом была обеспечена тем, что был экономический рост. Хотя все-все предрекали какой-то кризис, там, да, упадок и так далее, а тут получилось, что все достаточно хорошо, и это как-то дало уверенность, скажем. Если дальше будет не так хорошо, ну вот, наверное, уверенности будет меньше. Ну и второй фактор это отношение между Россией и Западом. Это внешне. Если будет конфронтация, то, как кажется, Лукашенко будет полезен Кремлю в любом формате, что бы он ни творил тут, да, то есть это вот как-то сейчас, особенно последние полгода, да, чувствуется. Но если конъюнктура будет меняться и будет какая-то такая там пауза, разрядка, там, ну или еще что-нибудь, чего сейчас кажется как бы невероятным, нельзя исключать, да, потому что вообще, говоря, если мы вспомним, что было год назад, какая была динамика российско-американских, там, российско-западных отношений, то она была немного другая, да. Были большие ожидания связанные, ну, небольшие, но, крайне мере, ожидания связанные с новой администрацией, там, да, и прочий момент. Вот, поэтому, если здесь будет какое-то потепление, будут какие-то, скажем так, вот, какие снятия будут напряженности, то и возможности, то есть, то и, скажем так, желание сохранять статус-кво в Беларуси будет падать. Ну, и, соответственно, открываются будут возможности и для западных стран, хотя бы через Кремль, как-то влиять на ситуацию в Беларуси. И это, конечно, также может стать серьезным фактором для того, чтобы какая-то новая динамика во внутреполитических процессах появилась. вот как-то так, наверное. Да, Андрей, спасибо. Как-то, как ты посмотришь на сценарий этот, если Лукашенко, в любом случае, полезен, так себе, и если будущая Беларусь определяется западными странами, влияющими через Кремль, как-то тоже вариант вообще не супер привлекательный. Ну, так оно сейчас складывается. Да, мы видим, что все-таки вот эта легитимность международная, внутренняя, это не пустой звук, да, и то, что Лукашенко реально ослаблен в политическом плане, то, что он потерял фактически субъектность внешнеполитической в значительной степени, ну, это факт. Тут уже с этим ничего не сделаешь. Это да. Хорошо. У нас, кстати, отсутствие Елены Живоглот, которая, так понимаю, Антон, к нам так и не присоединилась пока. Оно несколько дает еще больше времени для дискуссии, коль такова и будет. Поэтому я тогда призываю всех-всех, кто у нас находится в участниках, кто хотел бы оставить свой комментарий, тоже высказаться по поводу одного из обсужденных вопросов или какой-то свой вопрос задать, тогда поднимайте руку, как-то себя обозначайте, а Антон мне поможет определить, кто, собственно, к руку поднял. Антон, есть ли у нас уже те, кто, может быть, что-то сказал или хочет сказать? Ну, в чате вот Татьяна написала, что знайсти людей у комиссии теперь складана обновляются, не о публишивании, это как выяснить ситуацию, тому склад комиссии будет отрозниваться от склада 2020 года. Вот. Не знаю, может быть, кто-нибудь хочет что-нибудь добавить из присутствующих здесь аналитиков, дипломатов, экспертов. Я сделал бы реплику. Да, вот. Что касается все-таки обновляемой конституции, по форме правления все-таки Беларусь остается страной с суперпрезидентскими полномочиями. Исхожусь в том, что все-таки, если смотреть текст, то президент остается главой государства, президент остается руководителем исполнительной власти, и президент прихватывает, имеет возможность прихватить еще значительную часть полномочий очень специфического парламента, Всебелорусского народного собрания. Поэтому отличие единственное, что если он раньше там сидел на двух стулах, сейчас у него появился третий стул. Но от этого ситуация в принципе не меняется. Лукашенко может совмещать свою должность президента с руководителем Сибиросского народного собрания, поэтому для него на ближайшую перспективу в обозримом будущем ничего не меняется. То есть у него остаются те же суперполномочия, какие и были до 27 февраля. Один в трех лицах. Вот и все, что на выходе мы имеем. Поэтому ни о каком его ослаблении, ни о передаче каких-то реальных полномочий кому-то речи не идет. Это прописано, но мы знаем, как оно будет де-факто. Я думаю, что во многом некоторые полномочия передавались, исходя из не некой объективной необходимости, исходя из того, кто возглавляет эту структуру. Самым обделенным получается палата представителей, которая, казалось бы, напрямую, формально избирается людьми, а вот полномочия ушли частично по кадровым вопросам Совета Республики. Это персональный психологический фактор. Там Качанова, который у Лукашенко сейчас наибольший кредит доверия. Поэтому туда что-то и перешло. Это при том, что она является его ближайшей сподмежницей и, как мы теперь знаем, отговорила от такого несчастья, которое чуть не свалилось на страну, когда Лукашенко вдруг хотел уйти с должности президента. Я тут возразил бы. Во-первых, палата представителей не потеряла каких-либо функций в назначении. То есть там фактически палата представителей только немного выросла в связи с тем, что ее законы, ну, как закон парламента, будут иметь больше юридическую силу, чем акты президента. А функций назначения, ну, кроме премьер-министра, собственно, и так не было. Совет Республики тоже не так однозначно. Как раз-таки Совет Республики потерял многие полномочия, связанные с контролем над Центральной Избирательной Комиссией, над ее составом, над Конституционным судом, над Верховным судом. Поэтому, ну, не прослеживается, что вот здесь еще была какая-то такая игра, ну, типа, что там для Качанова какие-то полномочия придумали и прочее. Может быть, только одно, вот это Конституционный суд. Конституционный суд действительно получил новое полномочие. Это и возможность рассматривать жалобы от людей, это возможность признавать конституционность и неконституционность выборов, например, там, да, вот, тут можно видеть, да, что вот действующий председатель, являясь одновременным председателем Конституционной комиссии, как-то там что-то вот себе приписал. А всем самым, ну, нет, мне кажется, что все-таки здесь так нельзя говорить. Насчет того, что суперпрезидентская, ну, я тоже бы не согласился. Все-таки это ВНС, он как бы ломает вообще все такие конституциональные формы правления, типа президентская, там, парламентская, суперпрезидентская, пускай, там, и так далее, да, потому что с одной стороны у президента много полномочий, но с другой стороны, если есть орган Всеборусского народного собрания, да, который может принимать, давать поручение, там, или указание, как там оно точно формулируется, всем другим органам, в том числе и президенту, то есть что-то может давать поручение президенту, ну, это как бы серьезно, да, плюс есть орган, который может принимать решения, которые обязательны для исполнение президента. Формально получается, что ВНС такие полномочия получает. При этом же этот орган может объявить импичмент президенту, при этом же этот орган признает легитимность выборов президента, либо нелегитимность. Он может поставить, скажем так, вопрос об этом, о всем. Ну и так далее. То есть тут уже, так бы, центр, получается, может быть, это и президентская республика, но со смущенным центром тяжащих. Причем очень серьезным. Поэтому я бы не назвал это уже точно суперпрезидентской. Потому что все-таки в по крайней мере формально полномочия президента серьезно обрезаны. Но может быть, даже уже чисто и президентской в полном мере эту модель нет оснований называть. Хотя при этом с политической точки зрения это противоречие решено тем, что да, Украшенко может совмещать долгое время две позиции и, соответственно, как бы имеет еще больше полномочий, чем имеет по действующему варианту Конституции. Ну да, тоже сегодня вспоминали про аналогию с Ираном. И действительно, как вы говорили, я понял, что я затрудняюсь в традиционной комарархии классифицировать Иран корпусом стража Иславовской революции это не парламентская, это не президентская. Собственно, наверное, в традиционной классификации нет такого, как обозначить контроль не кем-то окончательно толком неизбираемого органа, коллективного над всеми витами власти. Это, собственно, что такое. Это действительно сложно подобрать термин. Хотя, вот, кстати, мне еще обратил внимание и не очень представляю, как у нас эта процедура. Вот мы сейчас упомянули вскользь про то, что, значит, Конституционный суд будет признавать или не признавать Конституционные выборы, значит, ВНС будет заявлять о легитимности и нелегитимности. Я, как бы, вообще не до конца понимаю, что это такое за процедура и каким образом, то есть, ну, заявление о том, что выборы были легитимны или нелегитимны, это политическое заявление. Ну, понятно, я понимаю, как работает правовая процедура там выяснения. Были нарушения, не были нарушения. Это могу представить. Насколько я понимаю, они тоже, в мировой практике нет таких вообще норм про просто, что кто-то признает или не признает выборы легитимными по собственному усмотрению. Это тоже какая-то такая непонятная норма. Это да, это очень туманная и непонятная сама формулировка, что значит легитимность. То есть, если бы там легальное соответствие с законом, это одно. А что такое легитимность, не раскрывается. Наверное, будет раскрываться в законе, но очень странно звучит. В соответствии Конституции выборов это тоже, требует значительного уточнения. Очень такая непрозрачная формулировка. Поэтому это все еще раз показывает про то, насколько туманно себе как-то представляют современное руководство, как это все будет работать, что с этим делать, как проводить политическую реформу. Еще раз эту политическую пустоту просто демонстрирует, потому что всего намешано и всего там напридумано, но непонятно, что вкладывается в это все. Очень размыто и собственно как бы неработающая модель такая формируется. Ну неработающая в смысле таком правовом. Все равно там, наверное, как-то по понятиям это все будет разрешаться, как тут уже у нас принято. Ну да, совершенно по понятиям для этого не важно, что мы написали в конституцию. Анатолий? Я бы также реплику, но на самом деле мы можем через какое-то время, через полгода встретиться на такой же дискуссии и многое станет более очевидным, тренды, но мой прогноз совершенно четкий и понятный. Фигура президента будет доминирующей и это означает, что решение, которое касается страны и которое касается 9 миллионов 350 тысяч людей, он будет принимать ежедневно. Дело в том, что вот это очень специфическое собрание, если оно будет собираться там раз в год, на несколько дней, оно не может оперативно влиять на вопросы жизни, а это означает и финансы, и база нормативно-правовая, это все будет решать Лукашенко через свои рабочие совещания, будут приезжать по щелчку пальцев все, кого мы здесь перечисляли, съезжаться в его 15-ю или 16-ю резиденцию и уходить оттуда совершенно конкретными решениями, которые будут имплементироваться в жизни, по которым мы будем с вами жить. А вот эта конструкция, она вообще сама неуправляемая, на самом деле 1200 человек, даже принять регламент его работы, это крайне сложно, как прописать, как расписать, чтобы эта махина функционировала, а тем более, если их там свезут на один день-два, это больше будет такой пропагандистский фон, что якобы представители народа дадут статистику, условно говоря, 35-40% женщин, 25% молодежи, вот столько от села и все остальное. На этом все и закончится. Никакого влияния реального это собрание не будет оказывать на нашу жизнь, а для Лукашенко все пока как раз и не меняется. он как был владельцем 100% акций ЗАО Беларусь, включая и ветви власти, и органы власти, так он и остается. Ведь интрига в чем была с русскими? А россияне его призывали, что Саша, ты давай поделись, не 100% возьми себе, да? Все равно у тебя будет контрольный пакет, ты будешь оставаться неким важным в этом. но отдай какие-то акции, серьезные акции, другим частям вот этой номенклатуры своего ближайшего окружения. И об этом шла долгое время роль и политический такой ток. Но что мы видим в конце? Лукашенко не отжалел даже нескольких акций, по большому счету, и не отдал никому. Он оставил весь контрольный пакет за собой, поэтому я, исходя из этого, говорю, что все-таки мы остаемся один человек суперполномоченный, концентрированный в одних руках. К сожалению, вот эта система, она остается неизменяемой, а то, что мы видим, это скорее такая вот декорация, которая просто присутствует на этой сцене. Но время покажет, и я думаю, что через какое-то время мы можем провести еще одну дискуссию и вспомнить нашу сегодняшнюю и посмотреть, на что мы практически вышли. Ну да, действительно, я думаю, когда, если через полгода все нормально примут этот закон о ВНС, то, думаю, да, конечно, и тема для экспертного клуба будет напрашиваться, но, с той стороны, будем знать, кого точно позвать, кого точно будем ждать. Так, сейчас у Андрея Казакевича, поскольку там разряжается батарея, он сейчас переподключится к телефону, но, вот, кстати, я сейчас видел на блогчате вопрос, и, мне кажется, как раз с этим вопросом хорошо соответствует тут. Я обратил внимание, вот сейчас, когда Анатолий говорил про то, что фигура президента все равно будет доминирующей, и после этого, по сути, размышления шли про что? Что фигура Лукашенко будет доминирующей. Действительно, мы, в том числе, рассуждения о президентской системе, мы по понятным причинам настолько привыкли, что в Белоруссии фигура Лукашенко и президента, они, в общем, не разильны. Действительно, интересно подумать, в том числе, над тем, что и в случае любых перестроек, и транзитов, в какой-то момент система сложится так, что Лукашенко будет, например, только председателем ВНС, а не президентом, имея в своих руках туда вполне все еще хорошие полномочия, но уже как-то иначе называемые. И вот, Антон, могу тогда зачитать, я вижу, в частях тоже был вопрос, насколько помню как раз насчет этого. Такой запрос на прогнозы. Коли Лукашенко поменяе посаду президента на посаду старшиню всенародного сходу, и коли усилу войдут выники референдуму? Да, вот хороший вопрос, поэтому и к Анатолию, и к Андрею в таких прогнозах, если Андрей сейчас по камере, может всегда подключиться и поделиться своими прогнозами. Когда, собственно, все это в жизни поплатится? Еще раз. Когда, собственно, когда транзит пойдет дальше? Когда Лукашенко сменит должность на только председатель ВНС? И, собственно, когда вступит в силу изменения референдума? Ну, там есть переходное положение, и для разных норм праздного, но, по сути, какие-то изменения существенные будут только после следующих президентских выборов. Ну, то есть, имеется в виду, если вдруг Лукашенко решит все-таки уйти на позицию председателя ВНС, соответственно, надо будет выбрать кого-то другого президента, вот, ну, где тут, наверное, что-то интересное и может начаться. А так, в общем-то, сама модель, которая предложена, не так много обязанностей накладывает на власть, сколько дает просто дополнительные какие-то сценарии для дальнейшей политической работы. Спасибо. А то ли, какие прогнозы на весь этот счет? Ну, так, на мой погляд, только под неким тиском, яким можа быть такой синергии экономичного кризиса, переосенсования того, что отбывается у Крамли и максимум отремоня неких бонусов от Захода за то, что Россия не будет так однозначно потребовать Лукашенко. Вот, тогда можа быть, что прас закон об у себя русским народным сходе Лукашенко там снова возьмет ручку аловок и снова будет писать сам проект закона, потому, что это будет непосредственно его. Тогда полная интрига возникает, но я думаю, что это будет конфликтный шлях. Лукашенко все не психологичный это не Назарбаев, например, так. Это абсолютно інший человек, який хочет контролювать целиком всю ситуацию. И вот позбавиться от этого, Лукашенко не подается вельми складано. было не шмат таких прикладов, эксперимент с айтишниками это тое, на что пайшел Лукашенко отмавлячься от певных контролю. Я думаю, пасля падеев жнивне 20-го года он сам сабе сказал, ну что, старый дурань, один раз ты пайшел на эту успокусу, выпустил своего контроля, и што отрымаласся, куды делися вот эти золотые яйки. Яны якбы ёсь, але политичные наступства для го тяжкие. Таму я думаю, што он, конечно, имкнецца жить по правилу 100% контроль, это адзінае, што дае мне гаранты, безпечно знаходиться каля улады. У любым выпадку для гу это будзе вельный складанный выбор, и я думаю, што вось якраз могуць узникмыць, и он захоча поставить на пасаду президента вельне лояльнах абсолютно ніяких чалавека, и реально перетягнуть значную некую шаску реальних полномосттвов падуси беларускі сход, макшыма наделяючши некими супер полномосттвами президиум, тому што адкреслюю, нават логістычна організаваць працу 1200 шалавек вельне складанна, а президиум, калі там ўсць там 7-8-10 шалавек, які знаходзіцца ў твоім такім атаншэн, не макшыма і сіловіку тубі поставіць, гэта кероваць, бо сіловіки вельне важная составляюча, макшыма вот такі некі эксперименты мы тады можам убачыць ближай да осені, калі будзе такі акт тиск і узнікне реальнія патрэба Лукашэнку сыходзіць, а не сыходзіць с некім реальніми понамоцтами. А ўступаю в день, я там не памятаю які процэдура, публікуюць, звичайно, там, калі публікуюць офіційны державні прэсі вынікі з того часу і ўступаюць юридічныя наступцы наступаюць пасля референдума. Час конкретні я не памятаю про Багленту. Я так понимаю, в любом случае, да, но буде как минимум пройти полгода, когда, собственно, примут какой-то закон на ВНС, потому что без этого закона ВНС нельзя сформировать, а пока ВНС не сформирован, собственно, некому передавать полномочия. Так что, да, так что время какое-то точно є. Ну что, слушайте, раз у нас нет сейчас вопросов в чате и поднятых рук, давайте, может, тогда, а, вот, есть у нас какой-то вопрос, я вижу, Антон, можешь зачитать? Да, Аннаис Марин, добрый день, мой следующий доклад спецдокладчика ООН по правам человека в РБ будет посвящен потенциальному воздействию на права человека предлагаемого проекта Конституции. Могут ли панелисты поделиться мнениями по этому аспекту? Какие именно права и основные свободы предлагаемые изменения затрагивают? К лучшему или к худшему? Спасибо. Если бы конкретный вопрос, да. Ну, к лучшему. Там мало что-то. Там много можно говорить, да, но, наверное, основные моменты, которые мне кажутся важными, которые немножко ухудшают все-таки, да, ситуацию с правами человека в Беларуси. Ну, первое, это то, что создаются органы, которые не будут избираться людьми, которые получают очень большие полномочия. Ну, соответственно, права людей на избрание своих представителей, избрание власти в результате всего этого очень сильно ограничиваются. в том числе в том числе и тем, что этот орган получает возможность признавать легитимность, там, нелегитимность выборов и влиять на состав центральной избирательной комиссии, то есть на избирать центральную избирательную комиссию, ну, и другими всякими средствами, в общем-то, контролировать избирательный процесс. То есть если ранее избирательный процесс не был демократичным, то сейчас он будет еще менее прозрачным, менее демократичным и менее, еще менее, даже формально уже менее связан с волеизъявлением граждан. Кроме этого, есть положения, которые также очень сложно назвать демократическими. Например, вводится понятие идеологии белорусского государства как основы для всего политического строя. То есть уже отказывается государство от хотя бы формального признания плюрализма идеологии и говорит о том, что будет некая единая идеология, которая будет навязываться всем в качестве основной. Хотя, опять же, сами, мне кажется, они толком и не понимают, что такое их эта идеология. И объяснить сам Лукашенко, в частности, на своем последнем выступлении перед посланием. Он или как-то обращение было к народу, как там формулировалось точно. Вот, он, в принципе, не смог на прямой ответ, на прямой вопрос, в чем смысл белорусской демократии, в чем такая вот идея. напрямую он не смог ответить, начал там очень теряться в этом во всем. То есть, понятно, что идеологии нет, но, с другой стороны, какая-то идеология там продвигается в качестве основной для всех. И это, конечно, тревожно, потому что, наверное, это свидетельствует о том, что какие-то такие-то меры будут приниматься и они будут оправдываться Конституцией, что можно вводить единую идеологию и контроль. Ну и в целом другие положения, если мы берем первый раздел Конституции, они предусматривают больше контроль государства над деятельностью людей, то есть, над тем, чтобы были правления того, что можно назвать политического плюрализма. Есть ограничения, связанные с тем, например, кто может быть избран в качестве президента. То есть, это сейчас может быть уже тогда после, ну, если будут приняты эти изменения. Человек, который прожил на территории Беларуси 20 лет, который за эти 20 лет ни разу не проживал за пределами другого государства, то есть, не имел вида на жительство либо какого-то другого документа, ну, типа, наверное, как имеется в виду карта поляка или что-то еще в этом, в этой области. Ну, что также, в общем-то, ну, мне кажется, сложно признать какой-то демократической нормой. И, в общем-то, понятно для чего, да, и под кого это все придумывается. Ну, поэтому, в общем, в целом, изменения либо нейтральные, либо ухудшают ситуацию с правами человеком. Спасибо, Анатолий, может, есть что-то добавить? Да, я бы дополнил, если, насколько я правильно понял, вопрос, будет проводиться анализ раздела, который касается прав и свобод, поэтому, моя первая рекомендация, предложение, чтобы такой анализ делался в такой сравнительный проект Конституции Новой Белоруссии и проект Александра Лукашенко. Дело в том, что как раз проект Конституции Новой Белоруссии, он предполагает очень такое существенное усиление прав и свобод для граждан. Этот раздел составляет почти одну треть самого проекта, и мы исходили из того, что очень важно фиксировать права, свободы граждан, возможности, и что будет зафиксировано сейчас, это дает потом им очень большие преференции в правовом государстве, каковым сейчас Белоруссия не является. Что касается представленного проекта провластного, то, да, правильно отметил Андрей, то, что касается государственной идеологии, это может стать основой такого массового нарушения прав человека. Это коснется в первую очередь детей, потому как в первую очередь это будет проводиться централизованно через учебные заведения, и это будет действительно большим вызовом. Также я бы отметил, что проект Конституции предполагает введение различных ограничений, касающихся информации, распространения, получения в неких особых случаях. Они не прописываются, но это дает возможность эта формулировка в общем-то максимально использовать цензуру, табу, различные запреты. Также создаются правовые основания, чтобы лишать людей гражданства в неких особых ситуациях, случаях. Не совсем понятно, что такое социальная ответственность, каким будет эта трактовка и накладывает ли на какие-то дополнительные обязательства на граждан. Поэтому я согласен, что там либо оставлен нейтральный характер, либо созданы новые правовые основания для того, чтобы сокращать, уменьшать права и свободы и увеличивать количество обязательств. Но если мы смотрим на соотношение присутствия государства и человека, то, конечно же, приоритет в сторону государства. А государство в нашей ситуации, опять мы, говорил, по-моему, Андрей, что не строй, выходим на КПСС, а у нас, что не пише, мы выходим на то, что это права одного человека и его ближайшего окружения. Спасибо, Анатолий. Ну что, я так понимаю, пока у нас уже выходим к концу и поднятых рук и вопросов каких-то у нас уже нет. Спасибо, кстати, Анна и за этот вопрос и за будущий доклад, потому что это очень важно. Наверное, напоследок хочу задать полушклевый, полупровокационный вопрос. Как вы думаете, какое будет имя нового президента в Рунгхэдпо политического транзита? Когда все-таки через какое-то время, если случится, какое будет тебе новое? Даже не фамилия, только имя. Забывай юмористический и промокационный вопрос. Андрей уже смеется, значит, у тебя есть версия. Я не буду отвечать на это. Не будешь отвечать? Я не готов. Нет, я лучше подседат добавлю. Нет, все-таки там несколько есть норм в этой Конституции, которые, ну, вроде как, улучшают. Права должны, по крайней мере, формально. Типа обращение в Конституционный суд. Да, обращение в Конституционный суд, да, про это говорилось, надо было все-таки вспомнить, да, получается, что граждане получают возможность напрямую обращаться, плюс права инвалидов больше прописаны молодежи, в частности, да, то есть, наверное, это можно каким-то там плюсами назначить. Мне бы хотелось, чтобы в будущем у нас выборы президента проходили по Конституции Новой Белоруссии, это точно не является вызовом и риском для страны, для политической системы, это институт скорее сдержек и противовесов, чем какой-то очень сильный такой политический фактор воздействия. И вот в этой ситуации, если это произойдет, то я тут готов говорить не именам, мне бы, например, симпатично было, или и Светлана Тихановская, и Маша Колесникова, и Виктор Бабарико, и сотни достойных людей, которые достойны были бы быть президентом, представлять нашу страну на международной арене и выступать, в общем-то, каким-то арбитром в некоторых конфликтных ситуациях внутри страны. Спасибо. На самом деле, мой продукционный вопрос был скорее в рамках изучения настроения спикеров, и кто скажет Наталья, а кто скажет Светлана. Но, тем менее, ладно, в сторону. Антон, я вижу, что в чате был сегодня вопрос, мне кажется, он как раз напоследок, на завершение нашей дискуссии как раз будет подходить. При внесении правок после референдума будут ли механизмы отката назад? Какие реформы будут следом, какие институты власти окажутся формальными или лишними? В общем, если все это импрометируется, как потом придется откручивать назад? Скажем так. Антон, пожалуйста. Ничего сильно откручивать не придется, потому как то, что проводится, это не есть референдум, это не референдум, и он не проводится легитимными властями, и он не соответствует тем критериям референдума, которые зафиксированы, так скажем, в международных организациях, поэтому это все нелегитимно, это все незаконно, я думаю, что с этого возможно надо было начать нам нашу дискуссию, определиться в терминологии, вот то, что будет происходить, это скорее такая спец операция по удержанию власти или попытка получить некую страховку непонятно у кого на продолжение своего присутствия у власти, поэтому не может это иметь легитимных законных последствий ни для граждан Беларуси, в первую очередь, ни для международного сообщества, поэтому здесь не надо принимать каких-то специальных процедур, и это очень важно зафиксировать, я думаю, что это должно быть зафиксировано в решениях и тех организованных структур, которые объединяют сторонников перемен и международных организаций, это очень важно сделать, ибо если этого не произойдет, то тогда мы можем получить в перспективе подписание каких-то соглашений, договоренностей, которые приводят к ликвидации самой страны Беларуси, а если уже сегодня будет зафиксирована нелегитимность этих решений, то это дает основания не признавать вот эти последующие возможные соглашения, которые может заключить действующий не президент с другими государствами. Спасибо. Ну, в общем, я бы сказал, что сильно будет зависеть от того, насколько ситуация затянется. Наверное, если вдруг себе представим, что пройдет достаточно длительный промежуток времени, перед тем, как какие-то изменения станут возможными, новые институты будут как-то созданы, как-то будет осуществляться их работа, будет накоплена нормативная какая-то база, ну, то, конечно, все это отменить, но это будет целая сложная политическая задача. Ну, и проще всего, наверное, было бы как можно быстрее провести референдум по новой конституции и принять ее, а также провести выборы потом, ну, или одновременно провести выборы во все основные органы власти, то есть выборы президента и выборы парламента. Ну, и делать, конечно, желательно было бы это как можно быстрее, чтобы не растягивать вопрос решения и определения политической модели на длительный срок. Вот, кажется, мне так, да, то есть, несмотря на то, что, конечно же, это нельзя признать в качестве референдума, то, что вот сейчас, ну, законного в полном смысле, да, легитимного референдума, вот, несмотря на это, все равно, наверное, все-таки откатать это, то есть вернуть страну в демократическое русло было бы лучше через новый референдум, чтобы все-таки новая модель однозначно отменила бы старую и дала основу для создания новой демократической системы. Ну что ж, не могу не согласиться с Андреем, что переходить к демократическому референдуму и выборам хорошо бы, конечно, поскорее, поэтому многие белорусские с Андреем должны согласиться. Вот, но, что, кстати, это слово на туалет, потому что надо зафиксировать про референдум нелегитимен, просто сферация, ну, начало зафиксировать в решениях демократических сил это, что гарантировать не могу, а вот в протоколе нашего эксперта-аналитического клуба уже зафиксировал. В том случае, я бы, наверное, скажу всем спасибо за нашу сегодняшнюю дискуссию и будем степенно прощаться. Я думаю, обязательно обсудим и последствия потом референдума, и, собственно, если будут приниматься законы о ВНС, обязательно их обсудим, тогда Андрея и Анатолия ждем примерно через полгода, хотя, конечно, политическая реальность Белоруссии показывает нам, что всякое случается в разное время. Ну, и, я думаю, значительно раньше, чем через полгода мы перейдем к этому обсуждению, будет нам что обсудить и в марте, поэтому спасибо всем, до встречи на следующих дискуссиях эксперт-аналитического клуба, ну, а для тех, кто будет смотреть на записи, на YouTube-канале пресс-клуба, подписывайтесь на этот канал, чтобы видеть и следующие наши дискуссии.